Привет, Галина. Чего опоздала? Ой, да я, если честно, перехотела. А через час перехотела обратно. Ну вот и пришла. Люблю я, Галина, твою странную честность. Ну все, ладно, давай, проходи. Голуби не мешают мне не понимать Тарковского. Это Меньшов, Любовь и Голуби. Да, но эти Голуби не мешают мне не понимать Тарковского. Алло, Алло, Фаина Георгиевна Раденская? Да, что так официально? Вы меня в ЗАГС, что ли, зовете? На вашей карте подозрительная активность. Да что вы говорите? 16 тысяч рублей пенсия в 2023 году. Это очень даже подозрительно. Сочувствую. Цель моего звонка как раз помочь это исправить. Для этого нам нужно сверить данные. Назовите три цифры на обороте карты. Все-все прям исправить? Неужели вы умеете воскрешать? Я правильно понял ваш вопрос. Именно воскрешать? Именно. А как мне вернуть к жизни того мошенника, который звонил мне якобы из банка на прошлой неделе? Я так стараюсь, я еще помню порядочных людей. А кто звонил, Фаинатька? Телефонные мошенники. Почему они думают, что у меня на лбу написано дурочка? ЗВОНОК ТЕЛЕФОННЫЙ ПОЕЛЬНЫЙ ПЕСНОК Здравствуйте, Вас беспокоит следственный комитет майор Михаил Андреевич. Галина Михайловна? Да. У меня для вас ужасные новости. Вы присядьте. Присядьте. Скажи, что в отличии от него на тебе уголовки нет. Уже сижу. Галина Михайловна, дело в том, что ваш супруг попал в беду. Испугайся. Ой, что вы, в беду? Ее супруг попал в беду, когда сказал ей в ЗАГСе да. И помер пять лет назад. Мы с тобой эти, панки. Не панки, а пранки. Одиночество – это когда при наличии близких друзей и поклонников тебе звонят только телефонные мошенники. Субтитры сделал DimaTorzok